Вы смотрите Лицкое телевидение. Первый на этой неделе выпуск информационной программы события проведу я, Павел Балейшис. Здравствуйте. Сразу коротко о главных темах материалов моих коллег. На первом месте профилактика противоправного поведения школьников. В Лидии состоялся районный семинар для руководителей учреждений общего среднего образования. 8 марта близко. В Лидии на площади возле Лицкой детской школы искусств развернулась цветочная торговля. А сейчас об этих и других темах подробнее. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел совещание по вопросам белорусской атомной электростанции. Первый энергоблок с момента включения выработал более 12,5 миллиардов киловатт-часов энергии. Это позволило заместить свыше 3 миллиардов кубометров газа и сэкономить более 400 миллионов долларов. На очереди запуск второго энергоблока. По второму энергоблоку идут мероприятия этапа физического пуска. В апреле этого года запланировано включение в сеть. Я неоднократно подчеркивал, что радиационная безопасность и надежность эксплуатации атомной станции – это приоритет из приоритетов. Знаете почему? Мы долго обсуждали эти вопросы на этапе принятия серьезнейшего решения о строительстве станции. Учли весь мировой опыт. Здесь используются высочайшие технологии. Это достояние нашего народа. Поэтому все вопросы строительства и работы атомной станции требуют особого внимания и взвешенного подхода. Присутствующим журналистам просто хочу напомнить, чтобы они не забывали об этом, рассказывая людям, какое было противостояние строительству этой станции. Особенно в 2020 году во время предвыборной кампании. Вы помните, все альтернативщики, ныне беглые, обещали в случае прихода к власти закрыть атомную станцию. Хотя уже миллиарды были вложены в ее строительство. К этому их подталкивали наши конкуренты, прежде всего. К сожалению, ближайшие наши соседи – Польша и Литва. И что сегодня? Польша запланировала строительство двух атомных станций, а может быть и трех. Литва также заявляет о строительстве своей атомной станции. А теперь прикиньте, если бы мы, заигравшись в политические игры, прекратили строительство или закрыли атомную станцию. Или они пришли к власти, прикрыли эту атомную станцию, куда тогда было уже уложено около 5 миллиардов долларов. С экономической точки зрения, для энергетической безопасности президент потребовал обеспечить эффективную работу всей станции и ее скорейший выход на полную мощность. Однако делать это надо ни в коем случае не в ущерб качеству строительства, повторил свое требование Александр Лукашенко. Я знаю, что россияне иногда стонут, что мы предъявляем им завышенные требования по безопасности. Но они должны понимать, мы Чернобыльская республика. Мы потерпели от взрыва атомной станции на Чернобыле, поэтому безопасность – вопрос номер один. И мы будем требовать жесточайшей безопасности и соблюдению норм при строительстве. Каковы временные перспективы ввода второго энергоблока Белорусской АЭС в эксплуатацию? Мы ничего не скрывали и скрывать не намерены, что были определенные недостатки в строительстве атомной станции, которые очень оперативно устранялись нашими и российскими строителями. Затягивание сроку связано с тем, что мы действительно предъявляем очень высокие требования к безопасности. Лучше на полгода, на год позже, чем где-то чего-то недоработать. 20 лет лишения свободы – такой приговор вынес Лицкий районный суд в отношении жителя города Лиды, который в январе прошлого года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней. По результатам расследования была доказана вина мужчины и по другим статьям. Согласно материалам уголовного дела, вечером 21 января прошлого года 27-летний житель Лиды забрал девочку и ее младшего брата из детского сада, так как сожительница задерживалась на работе. Используя беспомощное состояние потерпевшей, мужчина стал совершать в отношении нее сексуальное насилие. Когда девочка стала плакать и вырываться, обвиняемый избил ее, после чего изнасиловал. При этом пригрозил наказанием, если она кому-нибудь расскажет о произошедшем. После того, как на лице ребенка стали проявляться синяки, чтобы скрыть следы совершенного им особо тяжкого преступления, мужчина сфотографировал лицо девочки, а снимок отправил ее маме. Таким образом, он хотел убедить женщину в том, что телесное повреждение девочка получила в саду. Вернувшись домой, мать малолетней была шокирована от увиденного. Женщина незамедлительно вызвала скорую помощь, те сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Мужчина в тот же день был задержан сотрудниками милиции по месту жительства. В ходе следствия также установлено, что мужчина в 2022 году совершил действие сексуального характера в отношении соседской девочки. При изучении информации на мобильном телефоне обвиняемого, следователям также установлена причастность мужчины к организации в августе 2020 года групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Житель райцентра, являясь активным пользователем экстремистского телеграм-канала, в чате оставлял комментарии, содержащие призывы применения насилия в отношении представителей власти. Молодой человек также призывал строить баррикады, останавливать общественный транспорт. Продолжаем выпуск. 12-летний подросток пострадал от удара током. Происшествие случилось 2 марта в Лиде. С диагнозом электротравма первой степени несовершеннолетний был доставлен в реанимационное отделение Лидской центральной районной больницы. Мама пострадавшего рассказала, как только ее сын вышел из дома, она, не услышав хлопок закрытой двери, проследовала в коридор. На лестничной клетке увидела сына на полусогнутых ногах со слезами на глазах, который мог лишь произнести электричество. Оказывается, ребенок вышел из квартиры и, держась левой рукой за ручку двери, а правой за перила лестницы, получил удар электрическим током. Предполагаемая причина – неисправность электрической проводки в квартире. На сегодняшний день ребенок переведен в хирургическое отделение, состояние удовлетворительное. Чтобы не стать жертвой удара электрическим током, требуется знать и соблюдать основные меры предосторожности от поражения электрическим током. Необходимы проверки и ремонт электрофроводки и электрооборудования, контроль за состоянием изоляции. Нам посчастливилось родиться в Беларуси. Районный фестиваль молодежного творчества под таким названием стартовал сегодня на личине. Конкурс инициирован отделом идеологической работы и по делам молодежи Лицкого райисполкома и посвящен Году мира и созидания. К участию приглашается творческая и неравнодушная к своей родине молодежь, которая может креативно и оригинально передать чувства к родной стране. Заявки принимаются до конца этой недели. Приглашаем принять участие в фестивале молодежного творчества «Нам посчастливилось родиться в Беларуси». Участие в фестивале – это отличная возможность для молодежи, учащихся в учреждениях среднего специального профессионального технического образования, а также для работающей молодежи в организациях и учреждениях Лицкого района, выразить свои искренние чувства к нашей малой родине, замечательной личине, и к большой родине, Республике Беларусь. А выразить чувства можно разными способами, потому что участие в фестивале предусматривает пять номинаций. «Беларусь в кадре», «Беларусь в объективе», «Беларусь в рисунках» – это те номинации, где выразить свои чувства можно с помощью различных художественных средств выразительности. «Беларусь в литературе» – к участию в этой номинации принимаются произведения в различных жанрах литературного творчества, которые также будут объединены общей темой Республика Беларусь и Год мира и созидания. И последняя номинация, пожалуй, самая творческая и самая интересная – «Беларусь в театре». Здесь к участию приглашается молодежь, которая с помощью своих уникальных чувств на сцене сможет рассказать о том, насколько важна Республика Беларусь в ее жизни и какие действительно чувства и эмоции испытывает молодежь, когда слышит такое слово, как Республика Беларусь. Для того, чтобы принять участие в фестивале, необходимо до 10 марта на электронную почту «Идеолог собакалида.бай» направить заявку в соответствии с положением, которое размещено на сайте Литского районного исполнительного комитета. Сам фестиваль состоится после 20 марта. Подробную дату, место и время проведения можно узнать, следя за новостями в телеграм-канале «Личина за Беларусь», а также на сайте Литского районного исполнительного комитета. Приглашаем вас выразить свои чувства в отношении нашей Родины. Профилактика противоправного поведения обучающихся. Проблемы и эффективная практика. Этой теме был посвящен районный семинар для руководителей учреждений общего среднего образования Литского района, который состоялся в средней школе номер 8. На него были приглашены начальник управления образования Литского райисполкома Ольга Тарасюк, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Марина Романюк и директор республиканского унитарного предприятия издательства «Одухация и выхование» Валентин Новогродский. Районный семинар «Профилактика противоправного поведения обучающихся. Проблема и эффективная практика» был организован для того, чтобы познакомить руководителей учреждений общего среднего образования с эффективными методами и приемами работы по вопросам профилактики преступлений и правонарушений среди детей и подростков. В местном проведении семинара неслучайно была выбрана средняя школа номер 8. В этом учреждении образования правовое просвещение и воспитание осуществляется на каждой ступени образования с учетом возрастных особенностей учащихся. Правовое воспитание, профилактика вредных зависимостей, предупреждение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних – те вопросы, которые остаются всегда в поле зрения каждого учреждения образования. Сегодня обсуждены основные тенденции в проблемном поле подростковой преступности, а педагогическим коллективом средней школы номер 8 представлен положительный опыт организации работы по правовому воспитанию обучающихся, в том числе по предупреждению наркопотребления среди несовершеннолетних. И также раскрыты подходы к организации работы по развитию детского правоохранительного движения. Директор Республиканского унитарного предприятия издательства «Одукация и выхования» Валентин Новогродский рассказал о ключевых направлениях деятельности своего издательства и познакомил с основными проектами, которые в нем реализуются. «Одукация и выхования» является одним из крупнейших издательств учебного книгоиздания в нашей стране. Оно выпускает учебные и учебно-методические издания для учреждений всех типов образования, а также научно-популярную, справочную, художественную и детскую литературу. Я очень рад, что мне сегодня представилась возможность рассказать о нашем издательстве, нашим коллегам, моим землякам, директорскому корпусу образования личины. Издательства ежегодно реализуют очень значимые проекты, такие как «Я гражданин Республики Беларусь», «Беларусь наша родима», подарунок президента Республики Беларусь Александра Ивановича Лукашенко, первокласснику. Мы в прошедшем году очень плотно работали по концепции этих учебных пособий, изменили, соответственно, концепцию. И вот буквально в марсе этого года наши юные граждане получат подарок от государства «Учебное пособие. Я гражданин Республики Беларусь». В средней школе номер 8 значительное внимание уделяется вопросам профилактики употребления психоактивных веществ учащимися и противодействию и вовлечении их в совершение наркопреступлений. Регулярно проводится цикл мероприятий в рамках республиканской профилактической акции «Вместе за здоровое будущее» и районной антинаркотической акции «Миссия жить». Сегодня важно предупредить наркопотребление среди школьников. Активно ведется реклама здорового образа жизни и антиреклама вейпинга и курения. Ежегодно сотрудники органов внутренних дел информируют учащихся по вопросам профилактики и противодействия гиперпреступности, правовой ответственности за преступления в сфере высоких технологий и безопасной работы в интернете. 8 марта уже близко. Об этом говорят не только улыбки на лицах женщин, но и цветы в руках мужчин. Несут они в основном тюльпаны. В Лиде в этом году для торговли цветочной продукции отведена площадь на улице Советской. Разрешение на ее реализацию здесь получили 50 человек. Сегодня на цветочной ярмарке среди покупателей в основном мужчины и цветы не покупали для женщин-коллег. А вот 8 марта, конечно же, выбирать подарок они будут для своих родных женщин. Мам, бабушек, жен, дочерей и любимых девушек. Самый лучший подарок – это, наверное, цветы все-таки. Цветы – это по-любому. Праздник довольно очень серьезный. Подготавливаться надо заранее. Я, как видите, уже выбрал цветочки даме. Я думаю, что красный универсальный цвет. Но хотелось бы найти тут пьяновидные, но я тут не нашел. Подготовились к весеннему празднику работники зеленого хозяйства Лицкого ЖКХ. В их теплицах для реализации было выращено 8 тысяч тюльпанов пяти расцветок. Желтое, красное, белое, фиолетовое и розовое. Они уже на прилавках цветочных магазинов. Еще 5 тысяч цветов высажено на городских клумбах. Месяц через полтора они будут радовать глаз личан и гостей города. Это была последняя информация сегодняшнего выпуска. Хорошего всем вечера. До встречи во вторник. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!